Всем привет! Вы смотрите канал Finty WordPress и это у нас получился такой квартальный дайджест за последний октябрь-декабрь. Ну и соответственно предновогодний такой. Заранее поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю всем здоровья. Все остальное приложится. И сейчас я расскажу, что произошло за последние три месяца, что у меня не было в эфире. Поехали! Небольшая минутка рекламы. Напоминаю, что у Каденса идет скидка 25% на все их тарифы до 31 декабря, а у Вискла идет скидка до 50% на любую лицензию, на любой продукт, на их тему Вискл. Скидка будет до 1, насколько я знаю. И дальше там у них будет продолжиться акция 1 плюс 2. Когда покупаешь одну лицензию, у тебя дарит 2, эта акция будет где-то там. По моей инсайдерской информации, эта акция будет где-то там на Рождество. Всю подобную информацию я публикую у себя в телеграм-канале, в одноименном финте WordPress. Более того, там всяких разных интересных вещей тоже я публикую постоянно, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А я продолжаю, собственно, продайджест. Начнем, как обычно, с ядра. Обновление ядра в декабре не ожидается, потому что будет перенос на 25 января следующего года, в связи с тем, что в версии 5.9 ожидается уже такой полноценный функционал, то, что разработчики WordPress называют Full Site Edition, полноценное редактирование сайта. Причем это всех элементов, именно сквозных, шапка, подвал, сайтбар, вот это вот все. Ну а так как это все React, это все Front, и это все, скажем так, не очень быстро делается, поэтому разработчики решили все-таки в декабре не выкатывать релиз, а сделать это, ну, перенести его на следующий. Но при этом, при этом, вот что ожидается в версии 5.9, так это мне уже очень нравится. Теперь будет такое полноценное, прям, вот редактирование, тут и глобальные цвета, и глобальные элементы, вот это вот все можно настраивать, новые навигации. Единственное, я не знаю, вот, например, как навигация будет настраиваться для мобилок, она там автоматически как-то будет в бургер складываться или нет. То есть я это еще не смотрел, а если смотрели уже, как это все должно работать, напишите об этом в комментариях. И более того, основная все-таки проблема всех этих фич, это то, что еще, по-моему, из всего репозитория тем, сколько там сейчас, 3000 тем в репозитории WordPress, из всего этого глобального репозитория всего три темы, которые полноценно, именно полноценно поддерживают этот, собственно, функционал FSE. Полное редактирование сайтов со всеми этими элементами. Так что пока все это дело, все это мало, мало, мало всех этих элементов, но зато в 5.9 появится много чего вкусного, например, вот легкое перемещение разделов, вот то, чего не хватало. Когда вот, ну, вот это вот перетаскивание элементов, прям так, как надо, вот это вот все. То есть такой полноценный получается, Гутенберг превращается в полноценный такой редактор, я бы сказал. Ну, причем этот редактор, он идет не как бы не отдельным функционалом, а это уже в ядре, и это постоянно дорабатывается, постоянно обрабатывается и так далее. Ну, такой, не совсем, конечно, убийца элемента, но такой, близится к этому. Я так думаю, полноценно все это уже начнет работать, именно чтобы можно было, вот прям поставил тему и начал этим всем заниматься. Это уже будет, наверное, в конце следующего, все-таки года 22-го, а то и в начале 23-го. Так что подождем, посмотрим, что у нас получается в новом релизе, что будет, там такого основного-то ничего и нету. Да, там появляются какие-то обновления, именно связанные с безопасностью обновления каких-то функционалов, но в основном это вся, в основном весь новый релиз, вот версии 5.9, будет заточен именно вот как раз на полноценное редактирование сайта. То есть это Гутенберг, это вот эти вот все элементы дополнительные, всякие дополнительные виджеты, паттерны там и так далее. А мы поехали дальше, и у нас на очереди, наверное, Гутенберг, как обычно. Плагин Гутенберг. Имеется в виду именно плагин. Для тех, кто не в курсе, это такое решение, когда, то есть основной, ну такой функционал, то, что находится в бете, вот сейчас вот, например, в ядре, это именно делается именно в плагине. То есть там разрабатываются новые блоки, разрабатывается сам вот этот фреймворк внутренний для Гутенберга, для создания блоков, вот этот вот весь юзер-интерфейс, вот это вот все. Это все делается в плагине, а потом это все дело переносится, собственно, в ядро. Соответственно, как бы ядро и Гутенберг, они разбиваются как бы параллельно, и там в зависимости от разных элементов, что-то входит в релиз, что-то не входит в ядро и так далее. Так вот, Гутенберг обновился до версии 12.2. С последнего дайджеста это была версия 11.6, и, соответственно, 12.2 уже, сколько это получается, 5-6 версий. И судя по тому, что, собственно, происходит, как изменяется сам Гутенберг, так я хочу сказать, что, видимо, именно внутри, именно вот всего под капотом, то, что называется, именно основной функционал уже готов. И сейчас идет настройка, ну вот если посмотреть по изменениям, какие произошли, то есть сейчас идет такая вот мелкая доработка, мелкая доработка и улучшение именно пользовательского интерфейса. То есть где-то добавляются отступы, где-то настраивается палитра как-то по-другому, где-то переносится настройка. Ну, то есть именно идет полноценная такая настройка пользовательского интерфейса. Именно вот таким вот образом. Особенно это то, что касается FSE, вот этого полного редактирования сайта, это именно как раз вот здесь вот даже в 12.2 вышло вот эти всякие различные предпросмотры шаблонов, предпросмотры паттернов там и так далее. Вот это вот все. Резюмируя вот эту всю разработку именно Гутенберга как редактора, можно сказать, что с момента того, как редактор Гутенберг вообще появился, каком это было в 18-м году там или в 17-м даже, и то, что сейчас, по прошествии уже четырех лет практически, можно сказать, что само ядро именно Гутенберга как редактора, оно устаканилось. И теперь идет такая наработка именно вот этого вот мелких элементов, но очень важных. Например, там всякие различные улучшения пользовательского интерфейса, различные улучшения именно не то, что глобальных каких-то элементов, а именно связанных именно с пользовательским опытом. То, что, ну, говорю, простой момент. Вот это вот всякие предпросмотры лайоутов, предпросмотры паттернов, настройка паттернов, дополнительные хуки для разработчиков. Вот, например, в 12.2 появились хуки для участков шаблонов. То есть, чтобы можно было их как-то программно там менять. С этими хуками тоже. То же самое, кстати, происходит и в WooCommerce. Там же встроен WooCommerce Blocks, и сами вот эти блоки, они точно так же настраиваются. То есть, вот эта глобаль, они развиваются-то все это дело параллельно. Команда-то, по сути, одна и та же. И что Гутенберг, что WooCommerce Блок, они вот развиваются, друг к дружку переливаются, там обновляются. Просто WooCommerce Блок, они там несколько больше такие заточены именно под WooCommerce, именно вот под этот функционал. Но этого я сейчас дальше расскажу про WooCommerce. Что думаете про Гутенберг и пользуетесь ли вы им в 2021 году или еще до сих пор не начали? Пишите об этом в комментариях. А мы поехали дальше, и у нас на очереди WooCommerce. WooCommerce обновился до версии 6.0. Тихо так и незаметно. Произошло все это незаметно, потому что WooCommerce обновляется такой с завидной периодичностью. Каждые две недели новый релиз. В версии 5.9 вышло обновление фиксов и появились пара новых хуков. В заказах именно для админки можно там дополнительные хуки и фильтры появились, которые можно уже использовать для добавления чего-либо. В версии 6.0, кроме того, что пофиксили много хуков, появилось, надо сказать, такое уже довольно значительное изменение. Первое. Это появился, ну я не знаю, как это по-русски сказать, фильтрация атрибутов товаров. Что это значит? Это значит, что появилась отдельная таблица в базе данных, в которой содержится для каждого атрибута свои данные. Вот, смотрите, я просто прям пример приведу, как это, собственно, выглядит. То есть, есть атрибут, для каждого атрибута есть родительский айдишник и родительский терм. Данные таблицы позволяют более быстро именно работу фильтров производить. Именно и фильтра будут быстрее работать, и сам товар будет быстрее производиться, и, собственно, исчезнут вот эти разные проблемы, связанные именно и с вариативными товарами, и с товарами, которые связаны там со статусом остатков, когда, например, там были два товара у одного вариации, в одной вариации есть товар, другой нет, там с этими поисками. И самое главное, связанное с этой таблицей, это то, что сами архивы, именно вот эти циклы вывода товаров на архивах, будут работать быстрее просто с этими таблицами. Это реально так. Я тут попробовал на паре сайтов, правда, не на боевых, а на локалке, но это есть. Как это, собственно, включить? Смотрите, заходим в WooCommerce статус, заходим в инструменты, и вот здесь вот внизу появляется кнопочка «Создать и заполнить таблицу обзора атрибутов товара». Ну, немножко некорректный перевод, это не обзор атрибутов, это именно таблица поиска атрибутов товаров. Наверное, так это будет корректнее, но не суть. В общем, нажимаете здесь «Создать», в зависимости от того, сколько у вас товаров, оно все это будет в бэкграунде, ну, то есть в фоновом режиме это будет заполняться. И после того, как, собственно, заполнение происходит, ну, в зависимости от количества, это все это или долго, или недолго будет. Тут еще будет появляться такой дополнительный пункт, где можно конкретный товар заполнить. А далее в настройках идем в «Товары», отдельный раздел «Дополнительно», и вот здесь уже можно включить использование таблиц. Или включить, или выключить. Собственно, если опция включена, соответственно, да, у вас на всех страницах архивов все это будет работать гораздо быстрее. Но, обращаю внимание, что работать оно будет быстрее, но все это дело, ну, скажем так, не рекомендую я прям сразу на боевом все это включать. Лучше потестируйте где-то, где это у вас может работать, ну, то есть где-то на локалке или где-то на тестовом каком-то сайте. Потестируйте. Но этот функционал уже есть, и этот функционал уже работает. И основной, конечно, вы увидите именно изменения, именно если у вас используются запасы, ну, то есть когда остатки там регулируются, если вы используете всякие там фьючер-флаги, ну, то есть рекомендуем и не рекомендуем, то есть вот это вот все. По сути, это, вот эту штуку вынесли из самих товаров в отдельные, ну, в атрибуты. И теперь сами атрибуты и работать будут быстрее, и все. Единственное, что я заметил, что пока мест, пока мест, не все именно плагины, которые работают, именно плагины фильтров, они этот функционал еще не обновились до него, и поэтому здесь тоже могут быть заминки. Поэтому я говорю, что на боевом сайте я все-таки пока не рекомендую все это дело выносить. Я бы подождал еще немножко, потестировал. Ну, и второй момент, что еще появилось, это появилась дополнительная таблица, называется она Rate Limits. Честно говоря, я не сталкивался вот с проблемами, для которых нужна эта таблица, но, как я понял из описания, эта таблица нужна, чтобы решить проблему, как раз то, что называется состояние гонки, когда открывается много, это связано именно с оплатой, то есть когда много способов оплаты открывается, и вот это состояние, вот это Rate Limits, они раньше это было в опциях, именно в основных WP Options, теперь это вынесли в отдельную таблицу, там теперь фоном она все это, ну, истекшие лимиты, они обновляются, ну, вот так вот все это делается, там сложный такой процесс на самом деле, и я так думаю, вот в российском сегменте вряд ли кто с этим встречался, потому что это все-таки это больше завязано именно вот там на сохранение настроек карты, вот это вот все, а у нас немножко по-другому все это дело работает, вся эта схема оплаты, и поэтому, ну, здесь я не вижу каких-то критических моментов. Что еще в 6.0 появились? Появились новые хуки, новые экшены, и новые файлы обновились, файлы e-mail и файлы форм-логин в mail-account. Появились дополнительные хуки, это вот WooCommerce After Evasion Stable, то есть это можно после вариации что-нибудь выводить, раньше этого, кстати, фильтра не было, и такой довольно такой нормальный, очень удобный такой вариант. Вообще, я заметил, что вот за последний вот этот год появилось много фильтров, которых вот прям реально не хватало, и их реально внесли. То, что те фильтра, для которых раньше приходилось именно файлы менять, ну, чтобы там просто подлезть куда-то или так далее, сейчас эти фильтра уже есть, фильтра или хуки там, в зависимости от данных, и все это дело можно так подлазить очень, собственно, просто и незамысловато. Вот, так что WooCommerce тоже развивается. Более того, он смещается, опять же, как, собственно, и все ядро, он смещается в сторону блоков, в сторону реакта, и я уже боюсь подумать, что у нас будет в конце следующего года. Скорее всего, вся вот эта вот трихомудия связана именно с корзинкой, с чекаутом, мой аккаунт, это все будет уже выводиться не шорткодами, как сейчас, а блоками. И как там настраивать логику, я пока себе ума не приложу. То есть, ну, какую-то такую кастомную логику, очень часто такая, которая встречается. Но я думаю, поддержка шорткодов-то останется, так что в этом проблем особых не вижу я. Но зато у них прекрасные блоки, которые мне очень нравятся, как они работают. Единственное, с блоками WooCommerce какая проблема? Ну, она не то, чтобы проблема. Скажем так, они немножко по-другому именно генерируются. Если когда только блоки появились, вот эти WooCommerce блоки, когда они только появились, они работают очень просто. Они брали шорткод, и его просто рендерили на странице. Сейчас, причем это давняя такая уже, ну, даже не сейчас, это уже с полгода такая проблема. То есть сейчас блоки WooCommerce, они вот эту карточку товара, они рендерят не с шорткода, а именно там свой рендер, то есть свой именно HTML, который генерируется. И там подобраться уже довольно сложно. Хотя там есть один фильтрик, такой, с помощью которого еще можно менять что-то. Но вообще довольно сложно. Это первый момент. И второй момент, очень редко темы, вот именно заточенные под WooCommerce, они почему-то, ну, самый простой пример, тема OceanVP, вроде бы как заточенная под WooCommerce, она нифига стилями не поддерживает вот эти блоки WooCommerce. Вот хоть ты умри. Мне приходилось, не раз мне приходилось, там на сайтах, где эта тема используется, именно внешний вид, то есть стили для карточек товаров, как-то приводить к общему знаменателю. Так что вот. Но в целом, что блоки, что сам WooCommerce, мне очень нравится, как они развиваются, то есть вот эти вот все, то есть сейчас команда, я так понимаю, заточена именно на решении проблем с производительностью. Есть, то есть отдельные. Конечно, там никто не спорит, в WooCommerce там масса всяких проблем, масса всяких заморок, и, ну, все это решается постепенно. То есть версия 6.0 вышла, новые выводы, выходят новые таблицы, выходит новый функционал, так что все это работает, и все это и будет работать. Вот. Что вы думаете про WooCommerce в новых версиях, видели ли вы или использовали уже вот новый функционал, напишите об этом в комментариях. А мы поехали дальше, немножко осталось, расскажу про всякие ништяки, которые появились. Ну, вроде бы традиционно, следующие разделы новостей, это SEO-шные новости. Но, посмотрев, я, конечно, ссылки вам оставлю, посмотрите сами, что там изменилось. Ну, что Yoast, что RankMass, они особо-то ничего там такого прям глобального не поменялось. Yoast и какие-то мелкие фиксы, мелкие доработки, именно связанные с интерфейсом, сделаны. В RankMass'е дополнительный функционал, который чаще всего заходит именно, именно, и работает, и заходит именно с Pro-версией. Поэтому, таких особых новостей SEO-шных нет. Но, такая основная SEO-шная новость, вот за этот квартал, Яндекс объявил, что он теперь поддерживает протокол IndexNow. До этого этот протокол поддерживал Bing, теперь еще и Яндекс. Протокол, который позволяет мгновенно проводить переиндексацию статей. Сам я еще не пользовался, я все-таки не SEO-шник. Если смотрят меня SEO-шники, расскажите в комментариях, как это вообще правильно работать. Но, с точки зрения WordPress'а, Михаил Кобзарев написал отдельный плагин. Как раз для уведомления поисковых систем. То есть, можете его поставить, плагин бесплатный, ссылку найдете в описании. Поставили, работает. И еще одна такая штука, тоже протокол IndexNow, есть поддержка его в плагине ClearFi Pro от WP-Shop, который там тоже есть поддержка этого протокола. Как это все работает с разной поисковой системой, я не знаю. Я еще не пользовался, я не SEO-шник, и эти штуки не проверяю. Но в чате, в SEO-шном WordPress SEO, в чате говорят, что работает отлично, и это реально помогает. Так что, в общем, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ссылки я вам все дал. Далее. Коль я уж упомянул WP-Shop, у WP-Shop'ов вышел новый продукт, который называется плагин WP-Remark, который позволяет, собственно, вот эти вот красивенькие блоки, всякие разные блоки выделения ставить. Работает это вот примерно вот так вот. То есть, куча иконок, он такой полностью кастомный, там куча иконок, всяких разных, куча возможностей для настроек, там прям какое-то гигантское количество, то есть можно настроить любую этот вот блок для выделения, какой хотите. Плагин вышел прям недавно, 14 октября был релиз, а 30 ноября вот обновили они, что-то там обновили, новые иконки, появились новые пресеты. В общем, я ссылочку оставлю в описании, посмотрите. Интересный плагин, на самом деле интересный, такой и сделан, так это на уровне, таком хорошем. И пользоваться им достаточно удобно, причем в обоих редакторах, то есть он поддерживает и старый редактор, там шорт-коды, там причем-то такой сложный, написали ребята именно для старого редактора, сложную такую систему подбора вот этих всех элементов, и он же поддерживает и Гутенберг, то есть новый редактор, так что отличный плагин, прям рекомендую, особенно хорошо зайдет для всяких инфопроектов, ну где многие там портянки статей, вот это вот все, чтобы выделять какие-то выделения текстов и так далее. Далее, у вопшопов обновилась тема Бона, вот прям, прям вот-вот недавно. Ну как она обновилась? Что-то добавилось, что-то убралось, что-то исправилось, ну то есть вот такое вот обновление, появился новый Хук один, и я так понимаю, настроили они какой-то некий внешний вид. Тема Бона, кстати, неплохая, развивается, в целом она развивается, и ну мне понравилось, как она сделана, в отличие от многих других, там он сделан так, достаточно на хорошем, на хорошем таком уровне. Так что рекомендую. У темы Вискл вышло много изменений, вот с моего обзора этой темы, там такой не совсем обзор, там прям получился, скорее такая критика, ребята ее приняли к сведению, и там очень много изменений появились, появился демо-контент, появился причем такой индивидуальный демо-контент для каждых блоков, они там такое, много пофикшенов, всяких изменений, много добавлено, много всего добавлено, я вот оставлю ссылочку на те изменения, которые произошли, почитайте сами, что вообще изменилось. Те, кто не знает, что такое тема Вискл, у меня есть для него такой подробный обзор со всеми настройками, но он, правда, после апдейтов, наверное, немножко усталел, но мы посмотрим, как это все будет выглядеть, может быть, найду я время и сделаю отдельный, дополнительный обзор для, ну, по всем новым фичам этой темы. Ну и финальный ништячок такой, у команды Кракоблок появился отдельный продукт, который называется формбилдер, то есть это такой полноценный именно формбилдер, причем это отдельный вообще продукт, у них нет его на их сайте, это отдельный у них сайт для этого продукта, и это именно, собственно, конструктор форм классика. Тут много всяких форм, можно и всякие различные такую форму сделать, и сякую форму сделать, и такую, в общем, как хотите, и пошагово, и с логикой, и со всеми делами, то, что называется с блэкджоком и девушками легкого поведения. На каких-то реальных проектах я ее еще не использовал, ну, как-то мне не приходилось. Если вы уже использовали данный продукт, напишите об этом в комментариях. Вот и все. Новостей, конечно, много, квартал большой, был такой насыщенный, но вот такие вот основные базовые я вам постарался донести. На этом все. Все ссылки, которые я упомянул, на все, что есть, вы найдете, естественно, в описании к видео. Я с вами прощаюсь. Всех с наступающим Новым Годом. Всем здоровья, берегите себя, все остальное заработается и купится. Всем пока-пока. С вами был Артем Абрамович.